Вы слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте! Сегодня понедельник, 29 ноября. В эфире утренняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня в выпуске. О том, как выполняется задача по повышению в регионе заработной платы, поставленная губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, на очередном аппаратном совещании доложил исполняющий обязанности министра экономического развития Ульяновской области Николай Зонтов. Ректор Ульяновского государственного педагогического университета Игорь Петрищев расскажет о создаваемом в университете технопарке универсальных педагогических компетенций, открытие которого намечено уже в декабре этого года. О проводимых ремонтных работах в Ульяновской областной детской клинической больнице и о новом современном оборудовании, которым оснащаются отремонтированные отделения медицинского учреждения, узнаем от главного врача Ульяновской областной детской клинической больницы Алексея Кузина. В чем заключается социальная защита и социальная поддержка осужденных к лишению свободы граждан? И почему она выбрала профессию работника службы социальной защиты в системе исполнения наказаний? На эти вопросы ответит инспектор отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ульяновской области Гулия Шофеева. Вместе с заместителем председателя Совета ветеранов Управления Федеральной службы безопасности России по Ульяновской области почетным сотрудником госбезопасности полковником в отставке Анатолием Лихаревым вспомним о знаменитой битве за Днепр и о наших земляках, отличившихся в том великом сражении. В ходе очередного, проводимого губернатором Ульяновской области Алексеем Русских аппаратного совещания в числе других важных вопросов обсуждалась тема повышения заработной платы на предприятиях и в организациях Ульяновской области. Напомню о том, что губернатором Алексеем Русских поставлена задача в течение двух лет довести размер средней заработной платы в регионе до среднероссийского уровня. Для решения этой задачи в регионе создана профильная комиссия, в которую вошли отраслевые министры правительства Ульяновской области и главы муниципальных образований. О том, как продвигается выполнение поставленной задачи, на аппаратном совещании доложил исполняющий обязанности министра экономического развития Ульяновской области Николай Зонтов. За прошедшую неделю проведено 11 заседаний комиссии органов исполнительной власти и 103 заседаний комиссии муниципальных образований. Заслужено 248 организаций. Заключено 150 соглашений о повышении уровня оплаты труда от 15 до 19% в среднем. Самое большое количество на сегодняшний день заключенных соглашений отмечается в городе Ульяновске 98 соглашений, Сурский район, Барышский район, Ульяновский район и Майнский район. Это лидеры по количеству заключенных соглашений, а также по уровню повышения оплаты труда. Что касается отраслевого разреза, то по количеству соглашений у нас здесь Минэкономразвитие, Минприроды, Министерство агропромышленного комплекса, Министерство ЖКХ и Министерство транспорта также в лидерах по количеству отработанных предприятий и заключенных соглашений. На сегодняшний день, с учетом общего мониторинга органов исполнительной власти и муниципальных образований, количество работников охвачено соглашениями составляет 42 309 человек. Это порядка 16% от общего количества занятых во внебюджетном секторе. Что касается крупных предприятий, с которыми удалось договориться за текущую неделю, то я хотел бы здесь отметить компанию «Элегран» и компанию «Контактор». Тоже с ними было подписано соглашение о повышении уровня оплаты труда. А также хотел бы отдельно отметить руководство компании «Вестас Рус». Здесь после вашей встречи на форуме «Композиты без границ» было заявлено о повышении сотрудникам до конца текущего года уровня оплаты труда на 19%. Это в среднем каждый работник предприятия получит прибавку в размере 7 тысяч рублей. И мы запланировали встречу на уровне заместителя губернатора Игоря Олеговича Эделя с Объединенной авиастроительной корпорацией также по обсуждению вопросов о повышении оплаты труда. В Ульяновском государственном педагогическом университете создается технопарк универсальных педагогических компетенций. О том, что он будет собой представлять и с какими целями он создается, рассказывает ректор Ульяновского государственного педагогического университета Игорь Петрищев. Да, у нас сейчас ремонтные работы уже подходят к завершению, идут отделочные работы и действительно у нас появится к середине декабря межфакультетский технопарк универсальных педагогических компетенций. Этот проект реализуется в нашем педвузе, так же, как и в других педагогических вузах, которые подведомственны Министерству просвещения Российской Федерации. И средства выделяются по всей стране, достаточно серьезные финансовые вложения, и мы видим, насколько важно для развития страны новая подготовка педагогов. Здесь будут открыты совершенно новые лаборатории, которые не привязаны к определенному направлению подготовки. Если у нас раньше кабинеты были физики, информатики, химии, биологии, то сейчас у нас появляется, ну, например, зона, где будут заниматься и школьники, и студенты будущей педагоги с робототехникой, будут заниматься с направлением по исследованию геноинженерии, будут заниматься направлением с альтернативными источниками энергии, то есть направлением, которое межпредметные компетенции в том числе развивают, ну и, конечно, профессионально. Во-первых, это важно для наших студентов, потому что они должны на выходе, будучи уже молодыми педагогами, знать, как работать на новом, совершенно новом оборудовании. И, конечно, когда приходят в школу, они это оборудование в том числе видят в точках роста, в кванториумах, и понятно, что у них уже будет опыт, навык работы на определенном оборудовании. Важно, на мой взгляд, и для будущих студентов педагогических направлений подготовки, особенно ребят, которые обучаются в настоящее время в психолого-педагогических классах, а это одно из направлений, которые университет развивает, чтобы ребята понимали, что работать с педагогом интересно, можно работать на новом оборудовании и заниматься помимо профессиональной деятельности еще и любимым альтернативным занятием и получить дополнительную профессию. Ну и, конечно, это важное место для уже работающих учителей, которые могут спокойно повысить квалификацию, да и просто прийти посмотреть на то, как можно по-новому преподавать тот или иной предмет. Средства выделены после послания Федеральному собранию президента Российской Федерации. 10 миллиардов на два года на развитие педагогических вузов выделяется в этом году. Первая часть средств выделена. Надеемся на то, что в следующем году средства также будут выделены на дальнейшую модернизацию и инфраструктуры, и непосредственно оборудования. Наш педагогический вуз попал в среднюю категорию и уверен, что приезд министра, его оценка тех возможностей университета, которые есть, она дала свои положительные плоды. Сегодня есть люди, которые пытаются противопоставлять друг другу советскую систему образования и современную российскую. Как вы относитесь к этому спору и какой системе образования отдаете предпочтение? Я думаю, что есть плюсы и в советском образовании, есть плюсы и в российском образовании, современном. Безусловно, что образование, оно соответствует тому времени, в котором оно реализуется. Понятно, что в советское время очень много внимания уделялось фундаментальности образования. Безусловно, это тоже важно. Но в настоящее время очень важны для адаптации человека в окружающем мире, для его развития такие универсальные компетенции. Поэтому технопарк, помимо фундаментальных знаний, дает возможность развития межпредметных компетенций, универсальных компетенций. На мой взгляд, это актуально. Это некие пространства, где ребята совместно с преподавателями занимаются проектами на различную тематику. То есть в одном помещении могут заниматься и биологи, и физики, и дальше стыковать проекты. Но словами трудно описать, поэтому как только мы откроемся, с удовольствием пригласим всех в гости. Мы ориентируемся на 15 декабря. Надеюсь, что все будет в плане и состоится открытие. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Крупномасштабные ремонтные работы проводятся в настоящее время в Ульяновской областной детской клинической больнице. А в уже отремонтированное отделение поступает новое современное инновационное оборудование. Говорит главный врач Ульяновской областной детской клинической больницы, главный нештатный детский травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Ульяновской области Алексей Кузин. Наши лечебные учреждения участвуют в реализации национального проекта развития здравоохранения как за счет федерального, так и за счет местного бюджета. В прошлом году был осуществлен ремонт онкологического отделения, полностью обновлен инвентарь, медицинская мебель, офисная мебель и закуплено то оборудование, которое недоставалось согласно порядкам оказания помощи по этому профилю. Также в прошлом году был закончен ремонт консультативно-диагностического центра всего трехэтажного здания. Также заменена вся мебель, как офисная, так и медицинская. Благодаря этому сейчас в нашей поликлинике абсолютно другой, новый вид, что отмечено самими пациентами. Что касается онкологического отделения, это особая категория детей, которые вынуждены длительное время проводить в стационаре. И благодаря нашим организационно-планировочным решениям отделение приобретет другой, качественный вид. Поэтому пациентам более приятно пребывать в условиях стационара, что повышает общий эмоциональный фонд, ну и, естественно, влияет на благополучный исход заболеваний. За счет федерального бюджета в прошлом году был заключен контракт, и в этом году поставлен МРТ-томограф, опять же, на базе нашего консультационно-диагностического центра. Особенность этого аппарата, что он мощный, он обладает мощностью полутора Тесла, и благодаря дополнительному оборудованию на этом аппарате появилась возможность сделать МРТ-исследование под наркозом. Это очень актуально в детской практике, поскольку исследование, оно продолжительное, от 30 минут и выше. Дети очень подвижны и не могут выдержать весь этот промежуток исследований, что очень важно. И благодаря этому аппарату, благодаря дополнительному оборудованию для анестезиологов и аниматологов появилась возможность именно под наркозом, под легкой седацией проводить это исследование, что благополучно реализуется в данный момент в нашем учреждении. Как правило, это исследование головного мозга, либо те мелкие органы и ткани, которые требуют именно четкой визуализации. Примерно сколько маленьких пациентов проходит лечение в вашем медицинском учреждении, например, в течение года? Ежегодно через нашу поликлинику проходит около 110 тысяч пациентов по всем специальностям, поскольку наша больница является многопрофильным учреждением и все детские специальности в ней представлены. По сути, специалист любой поликлиники, как областной, так и городской, может записать на консультацию в наше учреждение. Когда в свое время вы завершали учебу в университете, могли ли себе представить, что не где-то в столице, а здесь, в Ульяновске, вы и ваши коллеги получите возможность лечить пациентов с помощью такого современного медицинского оборудования. Медицина развивается, на самом деле, и то, что было 20 лет назад, об этом даже мечтать не могли, но благодаря национальным проектам есть возможность приобретать оборудование и идти в ногу со временем, в том числе с зарубежными клиниками соответствующим мировым стандартам. В данный момент у нас оказывается технологическая медицинская помощь по профилю травматология, по профилю детской хирургии, в том числе и хирургии новорожденных, что очень важно. Плюс оказывается помощь в условиях пиронтального центра, где выхаживаются недоношенные дети, в том числе и с экстремальной низкой массой тела, 500 грамм и выше. Такие маленькие пациенты переводятся в детские стационары уже для проведения каких-то оперативных методик. Но на этом мы не собираемся останавливаться. Все-таки планируем в следующем году получить лицензию на высокотехнологичную медицинскую помощь по другим профилям, в частности, очень актуальный профиль урология. Благодаря, опять же, осуществлению этих видов деятельности на территории Уолянской области у многих пациентов появляется возможность именно в пределах нашего учреждения получать медицинскую помощь, а не искать какие-то федеральные клиники в других регионах. Поскольку зачастую это неудобно как родителям, так и пациентам, соответственно, мы стараемся быть ближе к пациентам. Да, современное оборудование – это замечательно. Но для того, чтобы на нем работать, медицинский персонал должен обладать соответствующей квалификацией, знаниями, навыками. И, кстати, вы сами, занимая, в общем-то, административно-хозяйственную должность, находите время и возможность продолжить непосредственно врачебную деятельность? Конечно, я практикую, провожу оперативное лечение пациентов, в том числе и в высокотехнологичной оперативной методике. Персонал у нас обучен как современным методикам, так и работе на сложном оборудовании, которое имеется в нашем учреждении. Планируется расширять спектр, опять же, оперативных методик в ближайшем будущем. Плюс мы тесно сотрудничаем с федеральными центрами, производим обучение на рабочих местах, участвуем в международных конференциях симпозиумов, где, опять же, делимся опытом, в том числе и с зарубежными коллегами. Вы по специальности детский травматолог-ортопед. Я слышал, есть такая точка зрения, что любая травма ребенка – это почти всегда результат невнимательности кого-то из взрослых. Что вы скажете по этому поводу? Мы хотим еще раз обратиться к родителям, поскольку задача родителей – проводить профилактику изникновения травм. Неважно, где происходит травма – дома или на улице, родители должны предостерегать детей. Поэтому создание максимально безопасной среды для своего ребенка – это первостепенно задача родителей. Если это дома, то убедитесь в том, чтобы ребенок не получил удар электрическим током, чтобы он не употребил какие-то бытовые химические яды. Убедитесь в том, чтобы на ребенка не упала мебель. Ну и очень серьезная тема – это выпадение детей из окон. Как правило, это дети дошкольного возраста, которые не обладают достаточными навыками поведения, но их любознательность превышает. Их опыт в результате они залазят на подоконники, облакачиваются на антимоскитную сетку, которую не удерживают, дети выпадают. Не всегда медики могут спасти такие детей, поскольку чаще всего печальный исход происходит уже по месту происшествия. Поэтому очень многое зависит в данном случае от родителей. Что касается уличных травм, то опять же проследите, где ваши дети проводят свое свободное время. В большинстве случаев дети получают травму в результате дорожных происшествий, и когда начинают беседовать с родителями, либо с детьми, то родители, как правило, не объясняют ребенку правила поведения. Автомобиль – это источник повышенной опасности, и не всегда водитель может вовремя среагировать. Поэтому опять же задача родителей предупредить возникновение этих травм, опять же обратить внимание, где дети играют на детских площадках. Площадки должны быть специально оборудованы, огорожены, и те какие-то карусели, качели должны соответствовать травмативам. Поэтому опять же задача родителей обеспечить максимальную безопасность. И, конечно же, без вопроса о коронавирусе мы обойтись не можем. Чему нас научил ковид? Ковид нас научил соблюдать правила санитарные, то есть разграничение потоков пациентов, профилактическая борьба с инфекциями, опять же лечение инфекцией, пользование масками. Это опыт, который повлиял на работу всех медицинских учреждений, в том числе на наши учреждения. И дайте несколько советов родителям и детям по защите от коронавируса. Меры профилактики для детей остаются те же самые? Совершенно верно. Это, во-первых, изоляция друг от друга. Если заболел кто-то из членов семьи, лучше изолироваться. Ну и согласно методическим рекомендациям проводить профилактику возникновения инфекции у контактных лиц. Во-вторых, это пользование средствами индивидуальной защиты, взрослым привиться от коронавируса, поскольку, когда будет массовый иммунитет, мы таким образом восстановим эту пандемию. Вы слушайте утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. С работой службы социальной защиты многие из слушателей нашего радио знакомы очень хорошо, что называется, имеют личный опыт. Россия – социально ориентированное государство, и категории граждан, обладающих в соответствии с законодательством Российской Федерации правами на социальную поддержку, немало. Но следующая участница нашей сегодняшней программы выбрала своей профессией социальную защиту и поддержку осужденных, отбывающих по приговору суда наказание в виде лишения свободы. О том, как она пришла в эту профессию и чем она ее привлекает, рассказывает инспектор отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ульяновской области, до этого достаточно долгое время работавший на аналогичной должности в федеральном казенном учреждении ИК-8 Гулия Шофеева. Запись сделана по телефону. Я училась в ведомственном вузе в городе Самара. После окончания института меня направили в ИК-8 и с момента, как я пришла, сразу начала работать соцработником. Поэтому для меня это очень близко уже, как родное. А в институте вы учились именно по этой специальности? Нет, у меня там было направление общая, юриспруденция. Но я в институте еще дополнительно училась на соцработника. Это отдельное было направление. Но в основном у меня была специализация юриспруденция. Уже когда пришла на работу в ИК-8, уже конкретно я начала работать соцработником. Потому что соцработник в первую очередь оказывает помощь слабозащищенным. Даже можно сказать, что малозащищенным людям это пенсионеры, минвалиды. Но я уже говорю касаемо своей работы, с которыми я непосредственно работаю с ними. Мы оказываем им помощь моральную и правовую помощь. Это получается всесторонне. Мы изучаем их проблемы. Всестороннее изучение человека и оказание помощи всесторонне. Поэтому мне нравится моя работа. Все-таки хотелось бы чуть конкретнее и подробнее услышать о том, в чем заключается социальная помощь осужденным. Основная задача у соцработников это полный пакет документов. Это мы полностью оказываем помощь в оформлении пакетов документов. Отказываем помощь моральную, правовую помощь. Это всесторонняя помощь получается. Не только пакет документов, мы с ними работаем. Мы думаем о том, куда он поедет, например, после освобождения. Какая связь. У него есть ли социальная связь с родственниками. Если нет родственников, мы помогаем ему адаптироваться вообще после освобождения. Находим какие-то приюты или революционные центры, куда мы его отправляем после освобождения. Рассказываем после освобождения, куда ему идти, трудоустроиться. Вот в этот всесторонний получается помощь. Это то, чтобы он смог адаптироваться после освобождения уже на свободе. Такая помощь с нашей стороны получается. Мы думаем не только о том, пока он здесь у нас в колонии находится, мы уже после освобождения даже думаем о том, чтобы он обратно к нам не вернулся, чтобы он смог адаптироваться и правильную путь выбрал для дальнейшей судьбы своей. А вы можете как-то отследить, как сложилась судьба бывшего осужденного, как он устроился в жизни после возвращения на свободу? Поступают документы, мы в полицию пишем, в центр занятости, о том, что он обращался, или, например, после освобождения, например, в центр занятости, то, что он освободился, и он трудоустроился, или мы документы направляем. И к нам поступают ответы. Да, он трудоустроился, вот он работает, например, я просто говорю, подсобным рабочим, или там трудоустроился уборщиком. Мы знаем то, что он трудоустроился, какие-то у него уже моменты в жизни начали получать, то, что он стал на правильный путь исправления. С полиции приходят, например, документы о том, что с ними поговорили, про беседу проводили, что он старается вести официальный образ жизни. Например, кто у нас в реабилитационные центры отправляем. У нас непосредственно после этого, они полгода там могут жить, и поэтому в течение полугода нам также присылают письма о том, что он находится там, что он трудоустроился, о том, что он уже через какое-то время, например, снял квартиру, и он уже сам потихонечку начинает жить самостоятельно. Также письма пишут, некоторые бывают осужденные, сами письма нам пишут о том, что мы ему в колонии помогли, и после оказания вот этой правовой помощи он смог адаптироваться на свободе и живет. Есть письма нам, картины присылают, бывает то, что с благодарностью. Вот так узнаем о дальнейшей жизни. А семьи, многие из них обзаводятся? Ну, в основном, у многих есть семьи, но остальные, не скажу-то, что много, но достаточно то, что у них семьи уже есть, дети есть. Когда просто бывают такие моменты, что к нам они приезжают, у них расстраиваются семьи о том, что они попали, но и мы помогаем, чтобы восстановить вот эту связь социальную, чтобы в дальнейшем они поддерживали это общение, чтобы не прерывалось вот это общение. Этих лет не смолкнет слава. Сегодня в вечернем эфире нашего радио прозвучит новый выпуск программы «Этих лет не смолкнет слава». Постоянный автор и ведущий этой передачи, заместитель председателя Совета ветеранов Управления Федеральной службы безопасности России по Ульяновской области, почетный сотрудник Госбезопасности, полковник в отставке Анатолий Лихарев подготовил интересный материал о битве за Днепр и о наших земляках, отличившихся в этом великом сражении с августа по декабрь 1943 года. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В истории Великой Отечественной войны битва за Днепр стоит на четвертом месте, уступая по своей значимости лишь величайшим сражениям под Москвой, под Сталинградом и на Курской дуге. Она началась в конце августа 1943 года и победоносно закончилась в тяжелых боях в декабре 1943 года. Уже в конце сентября войска Воронежского, Степного, Центрального и Юго-Западного фронтов, ведя непрерывные бои, подошли к Днепру. Германское командование после сокрушительного поражения под Сталинградом начало строить стратегический оборонительный рубеж, так называемый Восточный вал, длиною более 700 километров от города Пскова на северо-западе страны и на юге почти до устья Днепра. Основой этого рубежа считались укрепления на Среднем Днепре. В связи с разгромом немецких войск на Курской дуге Гитлер 11 августа 1943 года издал приказ об ускорении завершения строительства и оборудования и укреплений на Днепре. На правом берегу в землю были вкопаны танки, вдоль берега расположены артиллерийские батареи, подвезены боеприпасы. На полосе, примыкающей к воде, фашисты установили протяженные минные поля. Гитлеровцы понимали, что с отступлением за Днепр ими будет потеряна правобережная Украина и часть Белоруссии. В целом, ухудшится положение в стане гитлеровских союзников. Поэтому в сентябре были переброшены из Западной Европы 13 пехотных дивизий, а в октябре 7 дивизий, в том числе 3 танковых. Враг считал, что Восточный вал измотает силы Красной Армии и германские войска снова пойдут на восток. Государственный комитет обороны СССР, Ставка Верховного Главнокомандующего считали, что битва за Днепр перерастет в борьбу за изгнание оккупантов с территории Советского Союза, приблизить поражение врага, как тяжело будет форсировать Днепр, захватить плацдарм на правом берегу реки, удержать и расширить его, прекрасно понимало наше командование. Поэтому оно стремилось создать перевес в живой силе, артиллерии, самолетах, минометах. Но только по количеству танков наши войска уступали фашистам. При планировании наступления Ставка в Москве определило два главных плацдарма при форсировании Днепра, которые предстояло захватить и расширить. Это Букринский в 70 километрах южнее Киева и Лютежский в севернее Киева более чем на 100 километров. Как разворачивались события, как отважно сражались советские войска, можно показать на примере боев в районе Великого Букрина, где отличился наш земляк Андрей Васильевич Ригаев. Уроженец села Вышки Ульяновского района, бывший чекист, сотрудник Ульяновского горотдела безопасности, он добровольцем ушел на фронт, стал командиром взвода саперов, боевую подготовку и закалку получил под Сталинградом, воевал на Курской дуге, где за храбрость саперское мастерство был награжден Орденом Красной Звезды, был назначен начальником инженерной службы мотострелкового батальона 69-й моторизированной бригады 3-й танковой армии. Итак, в ночь на 22 сентября 43-го года его механизированная бригада подошла к Днепру в район Великого Букрина. Шигаев показал себя смелым инициативным офицером. Он собрал для батальона подручные переправочные средства, организовал переправу оружия и личного состава, то есть батальон успешно форсировал Днепр. На правом берегу Шигаев сразу стал закрепляться на отвоеванному немцу в плацдарме. Как опытный командир заминировал вероятное направление атаки противника. 25 сентября на Букринском плацдарме разгорелся жестокий бой. гитлеровцы несколько раз переходили в атаку, но не добившись успеха откатывались назад, неся большие потери. Уловив момент, когда напор врага ослабел и пехота попятилась, старший лейтенант Шигаев поднял взвод и повел его на вражеские окопы. Стрелки и саперы ворвались в траншею и рукопашном бою уничтожили несколько десятков солдат и офицеров противника. Следуя их примеру, в атаку поднялась первая рота, за нею и весь батальон. Бойцы заняли вражеские окопы, батальон закрепился на захваченной позиции. Гитлеровцы понесли большие потери и отступили к высоте 218. Противник ввел в бой свежие силы, численное преимущество было на стороне врага. Наши бойцы отважно сражались во вороне, отстаивая каждую пять земли. Они даже улучшили захваченные на плодзарной позиции, сумели продвинуться вперед к господствующей высоте, но овладеть ею не смогли. Соседи справа и слева, то есть второй и третий батальоны бригады, отстали, и фактически первый батальон оказался в окружении врага. Кончились боеприпасы, не работала связь со штабом. Немцы готовились к мощной контратаке, ожидая утра. И тогда Шигаев предложил командиру батальона дерзкое решение разрешить ему с группой солдат ночью пойти за боеприпасами через минное поле, которое он хорошо знал и помнил, так как сам минировал его. Хорошо зная своего заместителя, комбат дал добро, хотя понимал, что шансы на успех ничтожны. С наступлением темноты Шигаев с горской солдат, рискуя жизнью, преодолел смертоносное поле, просочился незамеченным сквозь кольцо вражеского окружения и благополучно добрался до штаба бригады. Шигаев доложил командиру бригады тяжелую обстановку в батальоне, внес предложение, чтобы на рассвете бригада осуществила обстрел высоты 210-8 и вместе с усиленной группой автоматчиков и саперов доставил боеприпасы в батальон. После артобстрела рано утром батальон пошел в атаку, прорвал кольцо окружения и занял высоту, а через несколько часов пришла помощь. Букринский плацдарм был удержан и расширен. За этот подвиг Шигаеву было присвоено звание Героя Советского Союза. О том, какую роль сыграл этот плацдарм в битве за Днепр, маршал Жуков в своих мемуарах воспоминания и размышления писал, вначале предполагалось разгромить киевскую группировку и освободить Киев, нанося главный удар с Букринского плацдарма. Затем от этого плана пришлось отказаться, так как враг стянул сюда крупные силы, оставив это направление для вспомогательных действий, Ставка перенесла главный удар Северная Киева на 200 километров на Лютишский плацдарм, поскольку там немецко-фашистские войска ослабили свой северный участок. Из района Великого Букрина скрытно пришлось туда перебрасывать наши войска, а это почти на 200 километров, но надо было сковать немцев и в районе Букринского плацдарма, ввести противников в заблуждение, дезинформировать его, что это главное направление. С этой целью 1 ноября 27-я и 40-я армия Воронежского фронта, командующий генерал Ватутин, перешли в наступление. Немецкое командование приняло этот удар за главный и срочно перебросило сюда значительные дополнительные силы, в том числе танковые дивизии СС Райх из резерва фельдмаршала Манштейна. И это был серьезный просчет немцев. Для наших войск была большая удача. Уже 6 ноября в 4 часа утра после жестоких боев наши войска освободили Киев. Тысячи ульяновцев отважно сражались в битве за Днепр. И я уверен, кроме Андрея Васильевича Шигаева, звание героев Советского Союза получило немало наших земляков. Анатолий Семенович, давайте назовем еще несколько имен. Да, когда я недавно выяснил, что в битве за Днепр звание героя Советского Союза присвоено 2438 воинам, у меня возник также подобный вопрос. И ответ я нашел в книге «Герои ульяновцы в боях за Родину», составленной на основе краткого биографического словаря Министерства обороны СССР «Герои Советского Союза». И анализ показал, что из всего количества знаменитых земляков героев Великой Отечественной войны у нас 131 человек. Из них 22 именно получили звание Героя Советского Союза в битве за Днепр. Их немеркнущие подвиги рождают чувство гордости, служат патриотическому воспитанию ульяновцев и прежде всего нашей молодежи. Ну вот конкретно всех 22 героев я конечно не смогу тут рассказать, но несколько примеров приведу. Вот гвардии младший сержант Волынцев Василий Михайлович, уроженец Белого Ключа, при форсировании Днепра в одиночку на плотике проложил кабель через Днепр, обеспечив бесперебойную связь. Его нашли мертвым с зажатыми в зубах концами перебитого провода, по которому передавались команды. Вот второй пример. Тюрин Иван Михайлович, уроженец Симбирска, рядовой, полковой разведчик, проник в тыл врага, переправившись через Днепр 30 сентября, выявил расположение вражеских огневых точек, которые потом были уничтожены нашей артиллерией, тем самым обеспечил форсирование реки своим полком, отличился при отражении контратаки противника на главном лютишском плацдарме, уничтожил более десятка гитлеровцев, одного взял в плен. И третий пример. Борисов Борис Степанович, уроженец Большой Бекетовки Барышского района, командир батальона, успешно форсировал Днепр. Батальон захватил плацдарм и в течение четырех суток отражал контратаки врага, уничтожил девять танков и большое количество солдат и офицеров. Напоминаю вам о том, что полностью рассказ заместителя председателя Совета ветеранов Управления Федеральной Службы безопасности России по Ульяновской области, почетного сотрудника госбезопасности полковника в отставке Анатолия Лихарева о битве за Днепр и о наших земляках, отличившихся в том великом сражении, вы услышите сегодня в вечерней программе радио-государственной телерадио компании «Волга» «Этих лет не смолкнет слава» в 19 часов 20 минут. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадио компании «Волга». Я, журналист Евгений Слюняев, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин